Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Контроль взяла прокуратура, детский амбусмен Астахов, губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко, посольство Таджикистана в России. Подключилось и Министерство иностранных дел. Обстоятельства этой трагедии выяснял и наш корреспондент в Санкт-Петербурге Александр Бережной. Центр Петербурга, Лермонтовский проспект, дом 5. Со стороны проезжей части находятся парадные, которыми пользуются все жильцы дома. Но есть еще отдельный вход в квартиру, где живет семья из Таджикистана. Рустам Назаров сегодня утром не пойдет на работу. Ему нужно весь день бегать по инстанциям. Следственный комитет, в полицию, в больницу. Все для того, чтобы выяснить, почему погиб его пятимесячный сын. Хроника того ужасного дня такова. 10.20. В дверь постучали сотрудники УФМС. Главы семьи дома не было. Его неговорящую по-русски жену, 16-летнего брата и пятимесячного сына забрали в отделение полиции для выяснения личности и законности пребывания на территории России. Пятимесячный ребенок был. Вот он. Разве чем-то болел или что, больной какой-то? Там числа съемки есть. Это 10-е числа? 10-го съемка был. В октябре? Да, да, да. 13-го убрали ребенка. Полиции мать с ребенком разлучили. Зарину, которая нарушила миграционное законодательство, отправили в суд. А мальчика, как временно оставшегося без попечения, в специализированный медицинский центр. Подоспевшему отцу Рустаму сказали, что забрать сына можно будет только завтра. В 8 вечера покормили, обнаружили, в 12 часов умер ребенок. Вот все. Причина не говорит, почему умер ребенок. Может, там уронили его, может, не кормили его, может, что-то другое кормили. Пока вот ничего нам не говорят. У мамы рука. Не дали ребенку одевать. Вот голый башкой, без шапки, без ничего. Пятимесячно ребенку даже не дали, что вот шапку. Теперь ситуацию изучает Следственный комитет. Обозначен круг участников трагедии. Все они ссылаются на конкретные должностные инструкции. Уверяют, что действовали корректно. И брать на себя вину за смерть малыша не собираются. В начале цепочки администрация района. По ее требованию к мигрантам с Таджикистана пришли сотрудники УФМС. По горячей линии 004 поступило обращение жителя о том, что по адресу Лермонтовский проспект, дом 5, помещение 6Н, находятся мигранты. И он просил проверить. Может, то, что перед ними оказалась молодая мать с ребенком на руках, сотрудников и смутило. Но и на такой случай есть регламент. Мы проверили документы, мы выявили нарушения. Так как нет полномочий работы с несовершеннолетними детьми, мы передали их в органы полиции и уже работали непосредственно с мамой этого ребенка. Под стенами отделения полиции – одиночный пикет. Имя ребенка на плакате написано неправильно. Но, как видно, происшествие взволновало и возмутило многих. Вы чем-то, кроме пикета, намерены помочь? Вы знаете, если мы можем чем-то помочь, мы готовы. Я не знаю, чем еще. Фраза «здесь умирал» действительности не соответствует. Полицейские оправдываться не стали, а просто показали нам видеокамер наблюдения. Женщина-инспектор держит ребенка на руках. Мальчик не плачет. Под роспись у Морли передают врачам скорой помощи. Отдать его подоспевшему отцу медики не могут. Теперь уже вступили в силу их должностные инструкции. Я подошел, говорю, что мы с ним куда отведете? Дайте мне по документу, это на меня оформлен ребенок. Мне не дали, сказали, приходите с ним больно, 58, забирайте ребенка. На следующий день в 10 утра Рустаму позвонили из этой больницы и сказали, что его сын у Морли умер. По предварительным данным, причиной смерти является вирусное заболевание. В то же время, следственным отделом по Адмиралтейскому району проводится доследственная проверка в отношении лиц, которые имели отношение к принятию решения о безъятии ребенка у матери и доставлении его в указанный медицинский центр. В МВД считают, что виновными смерти сына могут быть сами родители, если они ненадлежащим образом ухаживали за ребенком. Рустам Назаров в ответ на это предлагает посмотреть на условия жизни. В квартире, которую он снимает за 25 тысяч рублей, тепло и чисто. Ребенок был обеспечен всем необходимым и наблюдался у врача. Последняя запись в медкарте сделана 4 августа. Судя по ней, проблем со здоровьем у мальчика не было. В период следствия врачам давать комментарии запрещено, но адвокат семьи считает, что причина смерти иная. Совершенно очевидно, и мы будем настаивать, что причинно-следственная связь однозначно есть с материнской депривацией. Ребенка оторвали от матери, это огромный стресс, и этот огромный стресс мог повлечь какие-то изменения в организме, которые в конце концов привели к смерти. Тело сына родителям показали только спустя 4 дня, но забрать его не позволяют. В период следствия семья должна находиться в Петербурге. Несмотря на вынесенное за арену судом предписание покинуть страну. Убитым горем родителям предстоит пройти еще многие круги ада инстанций. По закону, по инструкции. Никакие ведомственные инструкции, за которые они пытаются спрятаться, что-то сегодня рассказывают, что виновная это мать, пятимесячного младенца, виновен отец, виновна бабушка, которая уже давно живет и работает в Петербурге, не позволят этим людям уйти от осознания простой истины. Они убили пятимесячного ребенка. В этой квартире теперь много ненужных вещей. Коляска, кроватка, игрушки. В углу стоит гитара. Рустам играл и пел своему сыну. Ненужным оказался и билет. 19 октября Зарина с сыном должны были лететь на родину. Ведь в Россию семья приехала лечиться от бесплодия. Успешно. 20 мая, в день рождения Рустама, Зарина подарила мужу сына. За время съемок она не проронила ни слова. Только каждые несколько минут смотрела фотографии Умара Ли, сделанные за четыре дня до его смерти. Александр Бережной, Анна Попова, Евгений Васильев, Владимир Удачин и Виктор Корецкий. Программа «Вместе. Россия. Петербург». Продолжение следует... Продолжение следует...